Другим темам в Казахстане теперь можно онлайн перевести ребенка из одной школы в другую. Сделать это можно на портале egov.kz. Новая услуга стала доступна совсем недавно, но уже значительно облегчила жизнь родителей. Динар Абзирова расскажет подробнее. Галия Алишева о новой госуслуге по онлайн переводу ребенка из одной школы в другую узнала от своих знакомых. Она как раз задумывалась о смене учебного заведения для своей дочери, чтобы она училась ближе к дому. Для занятых родителей эта услуга очень удобная. Раньше для перевода нужно было отпрашиваться с работы, ехать в одну школу, брать там открепительный талон, везти его в старую школу. Только после этого тебе отдавали все документы. Теперь стало намного проще. Я за 10 минут заполнила заявление на портале egov.kz. На следующий день в личном кабинете увидела, что мою дочь приняли в новую школу. Новая услуга не требует получения открепительного талона. Более того, можно выбрать школу в любой части города. И прописка не будет иметь значения. Также предоставлять документы на ребенка, в частности, это табель или справки. Данные документы будут передаваться путем интеграции информационных систем. Договор на обязательные услуги подписывается также онлайн. У родителей появилась возможность выбрать любую школу без привязи к прописке. При выборе ребенка из национальной образовательной базы данных Министерства просвещения автоматически подтягивается информация по ученику. Для удобства пользователя разработчики оптимизировали процесс поиска учебного заведения по городским районам. В сельской местности поисковик работает аналогичным образом. Все, что нужно, хорошая скорость интернета и электронная цифровая подпись. Перевести ребенка из одной школы в другую можно в несколько кликов. Как это сделать? Первым делом зайти на своем компьютере на портал yugov.kyz, авторизоваться и выбрать раздел среднее образование. После найти соответствующую услугу, шаблон уже есть, нужно только заполнить его поля. Затем подписать и отправить. Школы рассматривают заявление в течение одного рабочего дня. Ответ приходит в виде смс-уведомления на номер родителей или законных представителей ребенка. Есть одно «но». Если в классах нет свободных мест, будьте готовы, что вам придет отказ на перевод. Динара Абдирова и Галамжан Абдуллаха, 24KZ.